Глава одиннадцатая. Закладка прочного основания. Первый библейский класс и один непрошенный гость. Беседы один на один с отдельными евреями, объяснения ветхозаветных предсказаний о Мессии с подтверждением их исполнения в истории и затем в Новом Завете начали многим открывать глаза. Простота благоевестия оказалась на деле силой Божьей ко спасению уверовавших. Вера начала проявляться в высказываемых наедине с верующими свидетельствах тех, кого миссионеры по праву называли тогда и поныне называют «тайными верующими». Таких никодимов, в кавычках, становилось все больше и больше. Один за другим эти тайные искатели истины начали изъявлять желание глубже изучать Библию и начать собираться, выделив тихий час, посвященный исключительно изучению и обсуждению Божье Слово вообще и пророчеств о Мессии и в частности. На первый такой урок пришли всего только три еврея со своеобразными фамилиями – Кудашевич, Пидц и Эбин. Но и для такого малочисленного собрания были приняты тщательные меры предосторожности. Митинги не только строжайше запрещались законом, но наблюдались зорким уком тайных агентов Победоносцева, главного прокурора Святейшего Синода Государственной Русской Православной Церкви. Эти агенты постоянно следили за всеми возможными признаками тайных собраний с целью проповеди и распространения Евангелия. Причиной такой тревоги и бдения была начинающаяся тогда деятельность так называемых «шкингистов» или «евангельских верующих», которые дерзали сами изучать благую весть по домам и в маленьких группках. Со страхом и трепетом Леон решил исполнить великое поручение Господа. «Итак, идите, научите все народы». И группка начала расти. Зная, что собираться опасно, Леон заботился о благонадежности тех, кто приходил к нему в дом на собрание, которые по сути дела были просто библейскими уроками. Для отвода глаз Фанни Розенберга ставила на стол кипящий самовар и возле каждого гостя рядом с открытой библией ставилась чашка чаю и клался кусочек печенья, чтобы в случае неожиданного посещения полиции собрание выглядело простым чайпитием близких людей. Беседа вокруг стола с самоваром была типичным времяпровождением во многих русских домах, особенно по вечерам, но в доме Розенбергов двери были прочно заперты на засову. В один из таких вечеров тонкий слух Леона уловил тихий стук в дверь. Как хозяин дома, он всегда отвечал на стук в двери во время собраний. В дверях стоял скромно одетый русский мужчина с бородой, то есть типичный штундист. Он широко улыбнулся и приветствовал Леона. «Мир дома вашему, братец! Мне сказали, что вы еврей-христианин и владелец книжного магазина на Кузнечной улице номер 23». «Так точно, это правда. Чем могу послужить? Я штундист, ваш брат, и знаю, что вы сможете ответить мне на некоторые мои вопросы из слова Божьего». «Может быть», — ответил Леон, «только сейчас я очень занят. Приходите в другой раз». Мужчина ответил, что живет в другом городе и не сможет прийти в другой раз. Его настойчивость вызывала подозрения. В нем не было обычной скромности штундиста, но Леону пришлось уступить и дать этому человеку войти и сесть за стол, между тем, как еврейские братья спокойно попивали свой чай. Усевшись у стола, гость продолжал играть свою роль, повторяя свое приветствие в обращении к другим и выражая удовольствие встречи с еврейскими братьями. Ему предложили чашку чая, которую он с благодарностью принял, но ушел, как только допил чай, явно потеряв интерес ко всему остальному. Спустя два дня пришла тайная полиция и обвинила Леона в проведении религиозных собраний на дому, уверяя, что среди посетителей были и члены православной церкви. Это, конечно, было неправда, но полиции нетрудно было бы опровергнуть доводы Леона предоставлением живого свидетеля в лице злополучного ночного гостя, подосланного той уже полицией. Пришлось быть еще более осторожными. Собрания не прекратились, но велись в разных домах и в разное время, и Господь наложил свою печать на эти маленькие собрания. Они-то и стали тем прочным основанием, на котором Леон и Фанни вскоре построили первую общину евреев-христиан в городе Одессе в начале 20-го столетия. Продолжение следует...